Крыши текут, дома приходят в негодность, плесень расползается по стенам. Ответственные лица исполняют свои обязанности, не торопятся, на жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Борьба с нерадивым председателем ТСЖ в этом доме длится уже не первый год. Мусорки полные, все рядом валят, никто ничего не убирает. Дворника нет, когда идет снег, мы просто топчем тропы. Последствия потопов и обрушения потолка жители этого дома наблюдают каждый день. Просим сделать ремонт, но нас не едят, у нас вот третий этаж топил. Борьба с ТСЖ по всему городу продолжается. На этот раз свои претензии к председателю высказывают жильцы дома по адресу Антона Петрова 172. По их словам, дом постепенно приходит в негодность, а деньги, собираемые с собственниками, утекают в неизвестном направлении. Или, как они думают, в известном. У нас в подъезде постоянно проблемы со светом, с электричеством, то есть свет перегорает, лампочки, никто не меняет. Пишу председателю, тишина. Во всех подъездах, да. Претензии к состоянию дома 172 на Антона Петрова к председателю ТСЖ поступают от жильцов регулярно. По словам собственникам, за домом не следят. Деревья у нас вот в окна лезут с той стороны. Действующего председателя ТСЖ номер 39 Алтай жители дома избрали 4 года назад. Дворника у нас нет, как она пришла на работу. 4 года дворника нет. И говорит, что нам дворник не нужен. Не нужен. Все вот запущено, все буквально, все. Ни бордюр, ничего. Смотрите, какая у нас отмостка. Вся вообще отмостка, вся в снегу. Это разведела? Снег подтаивает, а потом скатывается в подвал. Это вокруг дома вот так вот все. Крыша дома, говорят жильцы, тоже в плачевном состоянии. Так в октябре прошлого года в квартире на пятом этаже произошел неприятный инцидент. Крышу она сделала, мне квартиру затопило в этом году. Ой, получается, в том году. Я ее вызвала. Я говорю, давайте что-то делать. До последнего момента ничего, но это не делается. Как она бежала сейчас, если будет потепление, она опять мне все. Дверь разбухлась, все обои сдулись. Она сказала, я, х**, сделала ремонт. Кстати, Ольга Нагорнова провела экспертизу по оценке ущерба и подала на председателя иск в суд. Думаю, ну вот выберем Светлану Александровну Цибенко, она здесь наведет порядок в доме. Все на нее надеялись. Ничего подобного. Живем с самого начала, с 68-го года. Не устраивает председатель. Все было хорошо до этого председателя. И убиралось все, и все. Потому что порядка нет. По словам жильцов, председатель ТСЖ, преследуя личную выгоду, действует незаконно. Куда уходят средства дома, для них остается загадкой. Некоторые уже перестали платить незапланированные взносы. Например, ветки пилить. Бах! За тысячу. Каждому платежку. Кто дисциплинированный, уже заплатил. А кто нет, то есть ветки не пилились. Кто заплатил, где эти деньги? Говорят, на счетах нет. Ну вот куда они? Они, значит, должны быть на счетах? Ветки-то не пилились. Ремонтом помещений жильцам приходится заниматься самим, дополнительно собирая деньги. Обговорили цвет панелей. Все. Вот такой синюшный, все на завозюкал. Дальше, я говорю, шпаклевать. Не снимали ничего. То есть вот эту краску вы взяли за свой счет? Это мы, да. И чисто вот все оставили там. В доме совершенно нет хозяина, говорят люди. Да и вести диалог с руководителем ТСЖ крайне сложно. Как и говорили жильцы, председатель ТСЖ не хочет идти на контакт, хотя звук телевизора из квартиры доносится. Она у нее как заряжена. Агрессия на всех. Хапнуть. Никого не слушает. Смеется в лицо. Я никого не боюсь. Другой кандидатуры на пост председателя нет, говорят жители и требуют, чтобы Цибенко Светлана Александровна ответила за свои действия. На которую, кстати, по словам Татьяны Карповой, уже завели уголовное дело за растрату средств. Якобы в 20-м году было собрание общедомовое с жильцами, и кто-то подменил ей документы. Вот цифры в документах, да, и там все исправили. У нее не совпадает отчетность по бумагам. Это ее версия, что ей подменили документы? Да, это ее версия. Но в 20-м году была пандемия, и собраний никаких не было. То есть они были все заочные. А пока ведомства проводят следственные действия, эксперты советуют все же подыскать соответствующую замену действующему председателю или присмотреться к организациям, которые возьмут на себя ответственность за качественное содержание дома. Алло, добрый день. Светлана Александровна? Да, да, да. Телеканал Толк, дайте комментарий, пожалуйста. Куда уходят деньги жильцов? Тараканы, плесень, потопы и обрушения штукатурки с потолка. И это далеко не весь список, из-за чего жители этого дома боятся за свою жизнь и жизнь своих детей. В каких условиях живут люди на 40 лет октября 31? Такая красота ждет посетителей первого подъезда дома 31 на улице 40 лет октября с самого крыльца. Подъезды требуют ремонта. Как вы сами видите, что он весь усыпается. Проводок, говорят, из-за кучи, а толку нет, никто не хочет ничего делать. Жильцы утверждают, просят сделать ремонт в секции, но их не слышат. А около месяца назад произошел инцидент, после которого люди стали опасаться за свою жизнь. Сейчас ночью мы лежали дома, спали и слышим грохот. Мы тут все соседи выскочили. Смотрим, вода оттуда течет очень сильно. И потолок упал. Мы были маленько в шоке все. Вода откуда? Вода с третьего этажа, там они трубы перемотали изолентой. Да, и вода текла. По словам жильцов, могло произойти замыкание проводки. Да и вода текла не только с третьего этажа. В начале зимы в секции вырвало трубу. Только тут раньше затапливало так сильно, что не могли ничего сделать. Сейчас как бы более-менее следим за секцией. Как бы собрались все, жильцы нормально съехали толком. Съемники. Ну и вот видите, окно. Как бы, ну, никто не хочет ничего делать. Сколько не обращались бы. Дом обслуживает управляющая компания ЖУ-6 Октябрьского. Подъезд мы делали, текущий ремонт, три года назад. Вот эти все обрушения, штукатурки, это за стеной находится их туалет в каждом. Это сейчас же не общежитие, вы понимаете. Это коммунальная квартира. Вот полэтажа, это одна коммунальная квартира. У них есть туалет, который находится вот за этой стеной. У них постоянные засоры, повреждения. Они не следят за своим имуществом. Общий домовое имущество, за которое отвечает управляющая компания, оно не бежит, ни протечки, ничего нет. Летом я вот что отвалилось, летом я им заштукатурю. Которые, ну, отпали вот, кто на штукатурках, где в местах протекания. Я летом в теплое время заштукатурю, мы стекло восстановим опять. Плесень есть и в местах общего пользования. Видите, вон там плесень. Вот такая же плесень в домах. Вот эту плесень Алена снимала в сентябре. Полностью промывала стену всем. И вот видите, опять все началось. Таракан, как видите, вот. Заснимите, хорошая вещь. Кстати, управляющая организация согласилась нанять специализированную компанию и потравить усатых, говорит Маргарита Варюс. Но другие жильцы не нашли места, куда уехать на время дезинфекции. Да и в целом, судя по квитанциям, некоторые жители накопили долги за коммунальные услуги порядка 200 тысяч рублей. За должников, ну, по всем видам услуг, там больше трех миллионов. Соответственно, все эти долги, по всем видам услуг, ложатся на плечи управляющей компании. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, звоните в редакцию телеканала «Толк», пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. Это был Коммунальный патруль. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова